Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня у нас четверга, соответственно, мы делаем очень большой акцент на тот новостной фонд, который впереди, и, конечно же, Европейский Центральный Банк. Это то, что занимает, думаю, все, кто следит за финансовыми рынками. ЕЦБ – долгожданный, собственно, выстроенный на течение всей недели регулятор, который пересмотрит параметры денежно-кредитной политики. И от того, какие решения будут приняты впоследствии, будут напрямую определять, что произойдет с европейской валютой, да и в целом с глобальным таким валютным риском, который присутствует на всей планете рынка Фореса. Что касается ожиданий, мы, безусловно, о них сегодня поговорим, но даже несмотря на детальный, глубокий фундаментальный анализ, который приходится проводить, наверное, трудно четко предугадать, какие решения будут приняты. Мы попробуем приблизиться по возможной реализации вероятности изменений к тому, что услышим сегодня через наши ожидания. Попробуем максимально точно спрогнозировать все действия, которые будут приняты. Но не забывайте, друзья, то, что загаданным случаем не бывает богато. Трейдеры настраиваются, сам ЦБ располагает уже к конкретным действиям. Минимум, что 100% сейчас можно сказать будет, это крайне высокие показатели волатильности. Соответственно, евро, вот чтобы далеко не отходить, буквально только что читал заметки Ситибанка по поводу того, что сегодня ожидается по динамике евро-доллар. И эти ожидания сводятся к тому, что трудно определить, собственно, какой вектор ценового движения будет для евро сейчас выбран. Но то, что мы сегодня можем увидеть волатильность разброса на 200 пунктов, как вверх, как и вниз, это более чем редко. Я, пожалуй, с этим соглашусь, потому что заседание текущее, октябрьское, на него рынок настраивался очень давно. Уже готовились к нему еще несколько месяцев назад, потому что полагали, что в октябре сейчас Европейская Центральная Банка начнет сворачивать действия программы количественных включений. Но ладно. Чтобы второй раз, скажем, не заходить на этот кольцевой трек, давайте вернемся в евро тогда, когда будем говорить о паре евро-долларов. Но сперва у нас «Нептянка» 58.20 в закрытии прошлой торговой сессии, 58.13 сейчас мы видим на своих терминалах, на графиках, может быть, ситуация не изменилась на несколько, собственно, центов, но мы думаем, что о существе. Соответственно, друзья, можно говорить о том, что копировки «Непти» будто бы заморожены на тех пиках, которые были достигнуты еще в начале этой недели. По бренду мы не достигли еще запутывания 60 долларов за баррель. Да, Багетяй не добрался даже до 53, но то, что копировки находятся на текущих значениях, позволяет лично мне делать дело о том, что мы сейчас имеем дело с некоторым накоплением. Всего рода импульса. Может быть, рынок собирается силами, пытается получить дополнительное попливо для того, чтобы двинуть его в какую-то конкретную сторону. Но чтобы не отказываться от прежних прогнозов, я это совершенно не буду сейчас делать. Я полагаю, что это накопление силы в конечном счете приведет к прогрованию еще одного импульса. Путчевый все-таки прострел. Бренда в район 60 долларов за баррель. Вчерашний день был интересен выходом данных по запасам нефти, которые тут же следов, следов после оценки Американского института нефти. Это регулярная еженедельная статистика, которая позволяет оценить определенную часть предложений на глобальном рынке. И, конечно же, это те отчеты, которые влияют напрямую на то, что происходит с Американкой. Отчеты, мягко говоря, противоречивы. Да и, собственно, такая же реакция. Потому что трейдеры до последнего не могли определиться, что, собственно, как отыгрывать вчерашнюю статистику. И то, что мы закрыли день на том же самом уровне, на котором мы стартовали торговую сессию, ясно указывает на то, что вот эта неопределенность, она протянулась буквально до окончания торгов. Почему неопределенность? Потому что, с одной стороны, вышли данные по запасам минусы США. Запасы увеличились на 9 сотен тысяч баррелей. Это отчет со знаком «плюс». Вопреки нашим ожиданиям мы настраивались на то, что все-таки увидим статистику со знаком «минус». Это тот отчет, который прервал недельный тренд, собственно, снижения запасов. И, казалось бы, это тот самый фундамент локальный, который можно отыгрывать через СЭЛ, а котировка на немцы. Но, следом, вышли данные по запасам бензина и дистиллята. И здесь уже совершенно обратная картина и гораздо превосходящая, опять же, статистику по запасам нефти. Потому что запасы бензина и дистиллята сократились больше, чем на 5 миллионов. Очень много. Какой вывод нужно сделать для этой статистики? Первонаперво, это то, что нефти перерабатывающие заводы, судя по всему, восстановили работу, восстановили прежний загрузок показателей производственных кучностей и, может быть, преодолели негативные последствия, отправились после разрушительных последствий дураганов ИРМ и АХА. То есть, можно говорить о том, что в ближайшее время мы продолжим работать с примерно такой же статистикой. Тем более, что я говорю, в ноябре еще вступают в игру факторы того, что МПЗ закрываются на техническое обслуживание. И спрос, в принципе, на углеводородное сырье снижается. Но это история. Ноября пока что мы говорим про те цифры, которые есть сейчас. Котировки нефти остаются на значениях, сопоставимых с уровнями от прошлых торгов. Значит, рынку нужно нечто большее. Рынок нуждается в дополнительном триггере. Вероятно, этим триггером выступят завтрашние данные по количеству у них терминалов. От них с компанией Бейкер Киллос. Мы тоже будем следить и за этим отчетом. Но сейчас, друзья, я предлагаю вам вспомнить, опять же, про тот фундамент, про который мы говорили уже очень много еще в конце, в прошлой неделе. На этой неделе фундамент, исключительно оказывающий разгоняющее воздействие на них, повторяю, особо не буду. Это премия в связи с географическими рисками. И все-таки от них еще раз делаю акцент. Это весьма оптимистичное заявление крупнейших нефтепроизводителей мира о том, что в ближайшее время может быть через дополнительные солидарные действия производительных водородов будут созданы большие основания для балансировки рынка. И напоминаю вам на комментарии министра нефти Саудовской Аравии Алида Аль-Паиха, который накануне сообщил о том, что Саудовская Аравия делает все возможное, чтобы вернуть показатель по мировым запасам к среднему за последние пять лет. Призвал, опять же, участников по сделке ОПЕК плюс к тому, чтобы принять дополнительные меры. И с этим рынок сразу же интерпретировал этот комментарий как сигнал того, что сделку соглашения ОПЕК, заключенное в конце 2016 года, сейчас уже практически под само закрытие 2017 года, будет продвинут до сентября 2018 года. Это тоже история уже от следующего месяца. Я заранее хочу сказать, что до ноября, до самой встречи, имеет смысл пока поспекулировать на позитивных, положительных ожиданиях, но это тоже в конверсии той идеи, которую я озвучил. Нам пока что стоит ставить на реализацию наших, как я точно, корректированных, это 60 долларов за парень. И снова повторяю, друзья, то, что мы не будем, ну, лично я не буду покупать мне в дачу, потому что уверен, что рынку придется еще ближе уже к концу ноября, и вот под занавесом 2017 года, еще раз столкнуться с убежденностью в том, что сделка ОПЕК неэффективна. И масло вагоне уже к этому периоду подают штаты, которые вот-вот возобновляют, опять же, сламскую активную деятельность, которая нами называется, как сламцевый ДБУМ, продолжить увеличивать показатели добычи и, соответственно, снижать эти темы утилиотеки. В общем, друзья, смотрим за разъютеем событий и ждем все-таки 60 долларов за баррель по бренду, так минимум 53, может быть даже 54 по активу WTI. 57,73, это котировки пары голая рубль, немножко рубль просел, в целом не достигли мы пока планки 58, да и в целом вряд ли мы ее достигнем, пока не развернется. Сохраняется у нас выжидательная позиция, ждем более джекательное закрытие этого года, но все равно ожидания, как косочные, так средне-благосочные, направленные на то, что рубль нужно продавать, особенности кучей значения. Дальше идем, доллар против японской валюты, волатильность этого дуэта активов также находится сейчас выше среднего. Мы видим то, что пара легко проходит по фигуре в рамках одной торговой сессии. Мы вчера работали даже с Хаями, который будет сервен на отметке 114.23, но опять же доллары не пустили выше, скорректировался он. Сейчас мы видим в рамках 113.52. Это лучше гораздо, чем те уровни, которые наблюдались несколько недель назад, месяцев назад. Это более-менее какая-то стоимостная победа для доллара. Это бальзам для покупателей, для меня лично, потому что я хотел бы видеть этот доллар точно выше текущей значения гораздо раньше. Но хотя бы сейчас, под закрытием 2017 года, есть вот эти позитивные истинники в этой динамике. И хорошо, что новостная картина не меняется, она против только позволяет крепнуть в позиции того, что доллар должен расти. Почему американец сохраняет потенциал роста? Мы с вами в начале этой недели говорили про блок сильных отчетов, начиная от активности в производственном секторе и секторе сферы услуг. Вчера у нас были заказы товарно-битного пользования 2,2% с прошлого 2%, то есть очевидный существенный рост. Хорошо, что у нас позитивная тенденция складывается в более взвешенном, чистом и прозрачном показателе таком, как заказы товарно-битного пользования без учебных транспортных расходов. 0,7% прогноз был гораздо ниже, на целых 5%. Поэтому, конечно же, это статистика, которая позволяет говорить о сильном промышленном секторе, о показателях вертеловложений и позволяет нам настраиваться на то, что в эту пятницу мы будем работать с довольно неплохим отчетом по экономическому ценовому. Помимо статистики не забывайте про бюджет на 2018 год, который был одобрен, принят. Не забывайте про подготовку к реализации налоговой реформы, не забывайте про очень сильный сезон квартальных отчетов, которые сейчас поддерживают американский фондовый рынок. И не забывайте, что мы фактически через несколько дней станем свидетелями оглашения нового будущего главы американского регулятора, который, собственно, приступит к исполнению своих профессиональных обязанностей в феврале, когда истекут полномочия Джана Киева. И хочу здесь сделать ремарку, как раз со ссылкой на новостной фонд. Вы помните, что накануне в Торник мы по доллару японской Киеве начали активно отрастать под закрытие торговой сессии Торника. Почему? Потому что на рынке якобы со ссылкой, именно на Донберг, пришло сообщение о том, что именно Джон Тейлор станет киевником Джан Киевен вчера. Другая позиция уже. На рынке появились сообщения, может быть даже, я, конечно же, не верю этому, но со ссылкой на Белый дом, о том, что все-таки Джан Киевен сохранит за собой полномочия после февраля 2018 года. И она останется представителем, председателем американского регулятора. Поскольку все-таки кандидатуры Джан Киевен, это тоже тот представитель, который владеет более высокий процент на ставок, но Тейлор в этом плане гораздо интереснее. И рынок увидел в этом негатив, по-настоящему подкорпливать, доллар начал активно валиться. Ну, вопрос теперь, друзья, в том, неужели мы через такие ожидания до оглашения решения о Трампе о том, кто займет, будет председателем БРС в 2018 году, вот так вот будем отыгрывать каждую кандидатуру. Ну, если да, то следующий у нас кандидат на должность ответственную, Джером Пау, который, конечно, позже владеет идею более быстро, чем был по повышению процентных ставок. Поэтому в данном случае, если этот сценарий будет реализован, если на рынок снова закинуть вот эту удочку на преемственности, то у нас потенциальный драйвер для роста доллара. То есть все так же в соответствии с нашими ожиданиями. Евро против доллара. Друзья, ну, сегодня, безусловно, евро – это главный валютный актив. Ну, не только, наверное, валютный актив. Это актив, который будет задавать динамику на европейском фондовом рынке. Учитывая значимость европейского фонда для мировой фондовой секции, настроение подплатится, конечно же, и в объединенных площадках. Сегодня мы следим за ИЦБ. 14.45 ставка Европейского Центрального Банка. Это ключевая ставка, рефинансированная ставка по депозитам. 15.30 состоится в пресс-конференции председателя ИЦБ Марио Драги. Вопрос, что будет с программой количественного смягчения. И сейчас самый вероятный расклад – это продление срока действия программы до середины 2018 года и сокращение объема покупаемых активов и облигаций с этих лучших 60 миллиардов примерно до 25-30. Конечно же, если это решение будет принято, то объем программы количественного смягчения сократят не сразу. Это уже произойдет не раньше января 2018 года. Но все равно, конечно же, это начало нормализации денежной передней политики и отказ от прежних ультрамягких взглядов. Если этот сценарий будет реализован, то несмотря на то, что рынок уже закладывается под его высокие шансы, то, что, увидите, эта европейская валюта может неплохо вырасти. Это как раз, возвращаясь к сценарию того, есть ли шанс у евро-доллара сегодня закрыть день отметки 1.20. Это для оптимистов, конечно же, самый лучший расклад. Мое мнение, вы знаете, оно направлено на то, что сейчас евро ни в коем случае нельзя покупать и на против, можно делать остатку на продажу. Потому что я сторонник, скажем, лагеря трейдеров, которые видят возможности альтернативного сценария, когда ИЦБ не будет менять денежную переднюю политику, а если и сделает это, то эти изменения будут крайне символичными. Только для того, чтобы успокоить общественности и снизить накал страстей, я раздраженный спектр считает, что ИЦБ давно уже пора выходить из действующих экономических стимулов. Я считаю, что политика будет оставаться мягкой, потому что ИЦБ не выполнил свою главную миссию, не разогнал инфляцию и те отчеты, которые мы получаем в последнее время, доказывают тот факт, что проблема на самом деле настолько ухудшается. Вот кто-то делает акцент на очень сильные данные по акционистской производственном секторе. Я сразу хочу здесь прояснить следующий момент, друзья, то, что производственный сектор – это сектор, который основан на экспорте. И, конечно же, если говорить про состояние производственного сектора и в виде текущей цифры, можно сказать, что экспорт растет за счет очень обширного потребления и спроса из-за вне. Однако, если мы будем анализировать внутреннюю конъюнтуру, нам нужно смотреть не на производственный сектор, а на сектор активности в сфере услуг. И проявите параллель сами. Вы поймете, что там активность, темпы роста, они, может быть, и есть, но они гораздо скромнее, чем у промышленного потребительского сектора. Потому что спрос на внутреннем рынке гораздо ниже, чем спрос на внешнем. Отсюда выводы, которые гласят, что индекс потребительских цен, он отражает реальную картину серьезных проблем внутреннего потребительского спроса. Вот почему без экономических стимулов по европейской центральной банке, да и вся еврозона не сможет опройтись. Потому что если сейчас свернуть программу QE до тех объемов, которые обозначаются, и уже впоследствии задуматься о росте процентных ставок, когда индекс потребительский цен вовсе окажется ниже единицы. Это тоже как альтернативный сценарий, но я озвучил вам позицию рынка. Это позиция, связанная с покупкой денег. И я обозначил свою видную ситуацию, которая свидетельствует о том, что европейская ситуация может остаться под давлением. Ис-то текущих уровней 1.1824 я жду сегодня в ракете пары евро-доллар-день ниже отметки 1.17. Фунт против доллара. Вчера в соответствии с нашим с вами сценарием прям повезло, скажем так, потому что фунт в начале недели снижался. На тех данных, которые были опубликованы, мы видели котировки 1.31, но вот резкий разворот и фактически двухфигурный рост сейчас по фунту. Мы говорим про котировки 1.32-63, следствием этого роста. Это выход данных по экономическому восстановлению Англии в квартальном выражении 0.5%, 0.3%, в годовом 1.5% против прогноза 1.4%. Но не знаю, откуда они берут такие сильные данные, но давайте верить, скажем, в том, что они вероятно на чем-то и основываются, базируются. Хотя я считаю, что экономический рост должен быть гораздо и гораздо скромнее сейчас для Англии, особенно в свете того анализа секторов, которые мы с вами проводим на протяжении каждого месяца 2017 года и не только, а после Брэггинса, который случился. Мы видим много рисков для экономики, но судя по всему мы видим их только мы, потому что статистика указывает на то, что на текущий момент не все так плохо и английская экономика может даже цвести в факт с учетом текущих реалий, связанных с выходом состава Европейского Союза. Почему фунт стали активно покупать? Ну, во-первых, отчет действительно хороший, а во-вторых, сильная статистика подстегнула ожидания до стопроцентных отставок на заседание в начале ноября. Поэтому, друзья, это ожидания, которые будут сейчас еще подогревать интерес к фунту. Будем надеяться, что на отметке 1.30 фунт не остановится и сможет добраться до нашей цели 1.34, тем более, что ему стоит, если за столь короткие преимущества времени, как несколько часов он легко может сделать на свете фигуры. Нам нужен 1.34 уровень, у него совсем будет сказка, если берем сюда отметку 1.35. Но на ожиданиях у нас есть еще две торговые сессии, скажем, этой недели и три-четыре дня, собственно, перед тем, как на следующей неделе, когда мы приступим к анализу и спекуляциям уже факту самого решения. Потому что заседание Банка Англии, по-моему, запланировано, друзья, не хочу соврать, но по-моему, на 2 ноября. То есть уже совсем скоро. Американский фондовый рынок, несмотря на коррекцию, которую мы видели в рамках вчерашнего дня, смог отыграться. Сейчас S&P у нас снова на уровнях выше 2.350. Поддерживает американский фондовый рынок сильный сетон квартальных отчетов, ожидания налоговой реформы, постоянное обсуждение того, кто займет позицию Джанетта Елен. И, конечно же, американский фондовый рынок настраивается на очень сильный отчет по экономическому росту, который будет опубликован завтра. Несмотря на наличие такого большого количества факторов покупки американской фонды, я все-таки делаю. Ну, просто опять, говорить об этом, говорить о факте серьезного перепупленного состояния этого рынка. О серьезной перепупленности. Поэтому, если вы все-таки работаете с длинными позициями, вы должны использовать сейчас максимально короткие стопы, чтобы также максимально обезопасить себя, свои нервы, свои депозиты от того, если на рынке разводится серьезная коррекция. И вот последняя торговая сессия нам явно намекнула то, что для рынка ничего не стоит потерять несколько процентов за один день. Друзья, будьте бдительны, особенно в отношении такого перегретого актива. И еще хочу сказать про канадца. Вчера, как вы знаете, появилось заседание Банка Канады. Стапу было решено сохранить на прежнем уровне в 1%. И теперь, что важно, было сказано, что председателем Банка Канады ползан, что и его заместитель Карлини Вилкинс. Как вы не сон, собственно, по одной программе доложили, отчитались о том, что проблема для канадской экономики остается о том, что очень высокие показатели закредитованности. И закредитованность граждан – это то, что позволяет говорить о крайней чувствительности к следующим этапам, шагам по росту процентных ставок. И тут же первое, что хочется спросить, ну о чем вы думали раньше, когда в сентябре и в июле поднимали процентные ставки? Разве эта проблема не была актуальна? Но выходит, что сейчас уже по горячим следам Банк Англии спохватился, точнее Банк Канады, и видит проблему в том, где раньше не видел. Помимо рост закредитованности, Банк Канада переживает за неопределенность торговых отношений с США, а именно по соглашению североамериканского торгового альянса. Но пока у меня нет никаких сигналов вам сказать, что это соглашение будет пересмотрено, но мы про риски того, что это возможно. Сейчас вообще все возможности для президентства Трампа, а эти риски присутствуют. Плюс ко всему Банк Канады признал факт резкого сокращения экспорта, знаете за счет чего? За счет укрепления постнациональной валюты, потому что они сами эти курсы укрепили двумя шагами, двумя решениями по росту процентов ставок, которые последовало одно за другим. Соответственно, рост курса национальной валюты ослабил не только экспорт, но и придел к давлению на индекс потребительских цен. И обо всех этих проблемах вчера говорил Банк Канада. Главный вывод, который можно было сделать, то что до конца этого года мы вряд ли увидим еще один шаг по ужесточению монетарной политики. Банк Канады возьмет паузу, чтобы посмотреть, как отработали прежние действия. И если не вернется к ужесточению политики, это будет уже не раньше первого кварта 2018 года. Это то, что было озвучено и то, какие выводы можно сделать на основании того, что было сказано представителями Банка Канады вчера. Друзья, я считаю то, что при таком расправе мы можем все-таки приобщиться к длинным позициям буквально в USDCAD, но с текущими значениями это рисковато. Поэтому с уровня 1.27.88 сейчас, я думаю, что мы можем подождать коррекции в район 1.27-1.27.10 и уже оттуда занимать длинные позиции. Ну, собственно, я именно так и поступлю. Из важных событий сегодня повторяю 14.45. Не так уж, скажем, и не скоро, напротив, очень скоро. Это заседание Европейского центрального банка сначала на выпуск старте, который, конечно же, не изменится. Но в 15.30 мы будем слушать драги и внимать каждому слову по поводу того, что произойдет с программой количественного смягчения. И ничуть было не упустил, друзья, сегодня ведь у нас очень важные политические события. Если вы посмотрите на содержание Кандаря, сможете видеть, что сегодня должна пройти парламентская сессия Каталонии, которая, да, посвящена вопросам ведения провозглашения независимости, будущего территориального устройства и, возможно, действия на куче решений властью на автономии со стороны испанского правительства. И еще один потенциальный риск. На этом, собственно, все. Хорошей вам парламентной сессии сегодня. Будьте, пожалуйста, гораздо более неже, чем всегда. Сегодня обязательно, прежде чем открыть сделку, подумайте, где вы сразу поставите стоп-лоссов, потому что меньше всего, чего хотелось бы лично мне, это, скажем, столкнуться с таким понятием, как разочарованные трейдеры, у которых поникшее настроение из-за чрезмерного латинского рынка, который, как и всегда, гадит буквально каждому трейдеру. Поэтому, друзья, сегодня контролируем риски еще кучи прежнего. А сегодня вспоминаем еще раз все правила риск-менеджмента. Ну и, конечно же, стараемся заработать, если уж не на однонаправленном движении актива, то понемногу на плате волатильности. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok